здравствуйте дорогие друзья с вами на связи как всегда снова влад мы с вами продолжаем описать нашу админку на ларовал значит прошлом уроке я думаю те кто смотрели те помнят что мы сделали лоли давайте в данном уроке мы с вами будем заниматься ролями значит у нас будет два типа ролей это просто пользователь который просто регистрируется и 2 это админ мы уже например с помощью той же базы данных просто назначим роль какому-то зарегистрированному пользователю мы зарегистрируем до роль админа вот давайте разбираться значит у нас есть такой вот замечательный пакет который называется ларовал примешен от спать и либо спать я не знаю как про на считается но не суть значит вот их сайт можете просто вбить в гугле и она нам вам выдаст вы найдете это очень быстро давайте установим значит вообще в этом пакете очень большой функционал там есть и примешен это есть роли до rolls а есть примешен это разрешение либо право доступа вот право доступа то есть можно очень гибко все организовать например сделать чтобы админ мог менять все в админке например тот же менеджер либо редактор он мог только постить какие-то там например посты в блоге и так далее то есть здесь на самом деле все очень гибко но весь конечно же функционал мы с вами не будем рассматривать только то что нам нужно переходим в installation in laravel и с помощью композера конечно же мы с вами будем устанавливать данный пакет так хорошо пока пакет у нас устанавливается мы с вами можем сделать следующее скопировать вот эту вот строчку и добавить конфиг апп.php конфиг апп.php это у нас сервис провайдер хорошо вот провайдеры наши и вот сюда вот в конец мы все это дело соответственно добавляем и сохраняем обязательно дальше мы должны опубликовать файл конфигов да если не ошибаюсь и миграции скопируем данную строчку ставим и сделаем нажмем enter хорошо дальше здесь какие-то warning кому нужно тот почитает нас в данном уроке это не касается соответственно мы очистим кэш на всякий случай вот и сделаем миграцию базы данных кстати я не помню мы делали с вами мы уже делали да с вами в предыдущем уроке давайте еще раз делаем потому что здесь уже добавится вообще другие таблички вот так обновляем вот наши таблички добавились которых мы которые мы принципе не будем лезть потому что там все очень круто и без нас будет работать так хорошо теперь я предлагаю с вами сразу же с места в карьер создать сразу две роли и сделать так что любой новый пользователь допустим который регистрируется на нашем сайте у него автоматически присваивается роль пользователя юзер на так давайте мы перейдем в пейсик юсич и юзан артисан комманс то есть команды с помощью печки артисан давайте мы создадим роль соответственно вот так нам нужна роль вот она нам нужна роль первая роль которую мы так извиняюсь первая роль которую мы создадим это у нас будет называться юзер нажимаем enter ролл юзер create теперь если мы перейдем нашу базу данных у нас есть роли содержимое и вот она наша роль хорошо давайте создадим еще одну роль роль админа админ сохраняем точнее вводим enter нажимаем до переходим в базу данных смотрим отлично у нас роль админа появилась хорошо хорошо замечательно теперь нам нужно сделать так что когда пользователь наш регистрируется мы давайте если мы сейчас зарегистрируемся да на сайте кстати например какой-то там влад влад собака gmail.com не использовать 1 2 3 4 5 6 7 8 допустим 1 2 3 4 5 6 7 8 register не сейчас хорошо мы зарегистрировались соответственно теперь когда мы перейдем табличку пользователей вот он наш пользователь создался хорошо но но нам нужно сделать так сейчас по сути у этого пользователя нет никакой роли да нам нужно сделать так чтобы он имел роль пользователя соответственно да чтобы у него не было доступа к админ панели потому что мы сделаем так потом в роутах до что у нас доступ к одним панели будет только для тех у которого у кого роль админа хорошо значит теперь что нам нужно сделать для того чтобы у нас пользователи автоматом регистрировались как давайте удалим этого пользователя в принципе чтобы они у нас регистрировались как с ролью пользователя хорошо давайте мы перейдем сначала в регистрацию она находится у нас в контроллерах так пищите теперь контроллер с ос и вот здесь вот регистр контроллер и register control хорошо хорошо значит так констракт валидатор вот у нас создается соответственно наш прекрасный пользователь давайте мы сделаем создадим переменную юзер да и уже в эту перемену так поместим создание нашего пользователя и возвращать будем мы именно эту переменную хорошо и теперь и теперь мы добавим к только что зарегистрированному пользователю нашу роль обычного пользователя юзер да который мы с вами создали так давайте перейдем using artisan comments у нас и соответственно direct permission секундочку где она была гипер мишен ту так и в ролл нам нужно присвоить соответственно роль роль и роль и роль так вот юзер и сайн ролл нам нужно и соответственно кстати еще одну штуку я забыл сделать хорошо что вспомнил когда мы устанавливали basic usage вот здесь вот мы нужно нам обязательно дописать в модель юзер юзер с роз да то есть мы должны перейти модель напоминаю в лоровал 8 для моделей есть отдельная папочка вот и соответственно здесь добавить с роз чтобы у нас была возможность создавать роли пользователя естественной и права доступа если вам нужно так хорошо это сделали и теперь и теперь перейдем обратно юзер примешен свой ролл и вот здесь вот с помощью такой надписи мы каждому пользователю вот у нас зарегистрировался пользователя у него будет присваиваться роль юзер то есть обычный пользователь да мы зарегистрируем изначально например два пользователя для теста чтобы посмотреть будет это все у нас работать или нет да и одному один у нас они изначально конечно же два будут с ролями простого пользователя юзер но одному мы через минку сделаем роль непосредственно админа и посмотрим это что-то нам даст правильно ли мы все сделали проверим это хорошо это мы сделали теперь давайте перейдем на наш сайт обновим register и давайте например name пусть будет влад влад собака gmail.com допустим до 1 2 3 4 5 6 7 8 и 1 2 3 4 5 6 7 8 регистер сейчас пока что нам нужно сохранять пароль и теперь мы посмотрим создался ли у нас пользователь вот он отлично и вот здесь вот так модель house rolls извините у нас появился появилась запись то есть айди роли вот айди это юзер да у нас роль с айди один это юзер да соответственно и модал айди это 2 у нас юзер с айди 2 у него соответственно вот такая вот роль юзера все как мы с вами вот здесь вот записали давайте еще одному пользователя зарегистрируем админа и потом дай дадим ему непосредственно роль админа хорошо давайте пусть будет админ админ собака gmail.com и пароль тоже от 1 до 8 я даю так отлично отлично хорошо вот вот он наш пользователь значит модалл айди у него три да это админ но теперь мы ему роль присвоим 2 то есть вот здесь вот ролл айди мы присвоим 2 чтобы он у нас был уже непосредственно админ вот хорошо я считаю это вообще отлично даже теперь давайте мы сделаем следующее мы например как админ сейчас зарегистрированы да давайте создадим какой-то какой-то road какой-то road я не знаю так ты посмотрю сколько у нас идет записи линз минут хорошо как раз успеваем проверить все давайте создадим road в вебе не знаю давайте назовем этот road road get назовем просто тест допустим да и здесь просто какая-то функция у нас которая нам будет соответственно возвращать сразу какую-то view куда return и turn view и и соответственно давайте вьюху прям в корне создадим она будет называться тест тест будет называться так создать файл тест до длайт до печки и здесь например аж один тест хорошо хорошо теперь теперь давайте сделаем так чтобы к этой страничке у нас мог обратиться только непосредственно наш админ да как это делается значит заход заходим нужно зайти в ту же извините документацию и соответственно using a middleware если не ошибаюсь да да мы можем сделать следующее вот здесь у нас есть middleware нам нужна группа то что у нас будет все равно группа нас будет много роутов для админа и соответственно ролл мы задаем админ то есть что к этим роутом пока что он у нас один должен иметь доступ только пользователь с ролью админа и теперь если мы сделаем обновим страничку и перейдем на страничку тест так target класс ролл так нам выдается ошибка соответственно нам нужно добавить в некоторые записи некоторые классы в аппп-http-карнел соответственно мы идем аппп-http-карнел и вот сюда вот в middleware мы добавляем вот такие вот записи так хорошо да в мидовая просто а немножко нет туда в road мидовая думаю что то не совпадает хорошо сохраняем и теперь переходим на сайт обновляем и вуаля мы попадаем на нашу страничку потому что мы админ да естественно давайте если мы сделаем выход еще раз логин имся но уже как пользователь влад собака gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 и логин не сейчас и давайте попробуем перейти на данную страничку тест юзер даст not the right rolls то есть соответственно сообщение которое выводится указывает нам что у пользователя недостаточно мне достаточно полей прав доступа к этой страничке вот как это просто все работает соответственно эти странички вы все можете нас настраивать посмотреть куда должно редиректить пользователя если у него недостаточно ролей там либо выводится 404 ошибка и так далее это все можно гибко настраивать вот в принципе базу я вам вот в данном уроке показал спасибо вам большое за внимание ставьте обязательно лайк под этим видео обязательно пишите комментарии спрашивайте я отвечу по возможности на все комментарии и до встречи в следующих с вами уроках